доброе утро всем позавтракала смотрю новости знаете что меня удивило не удивило сегодня немцы начинают пробовать прививку от короны на людях что это значит это значит скоро конец они уже поделятся правильно если если они уже пробуют на людях эту прививку значит они уже прошли другие на ком на животных привет про про пробы или как там их назвать будем надеяться все пойдет так как надо а больше пока ничего но нового у нас говорят о новых в общем она сегодня вот с утра говорят о том что было вчера новое что-то выходит в 12 часов дня там сколько зараженных сколько умерла все дела но каждый день это все увеличивается увеличивается в общем чуть без лета что ли будем ладно мне сегодня нужно в аптеку сходить потому что мне закончились у меня мои таблетки от давления кто не знает я пью таблетки от давления уже сто лет и давление у меня с детства то есть это никак не связано там я не знаю с чем ладно хватит смотреть новости сейчас пропылесочу быстренько пока мужу души люблю когда никого нет дома и вот заниматься уборкой там всем делами да кто-то под ногами мешается и так не люблю поэтому буду это пользоваться моментом заодно знаете у нас уже говорят по телеку что маски формации в аптеках есть и максимум она должна стоить 96 копеек ну вот это обычная посмотрим если она или нет и даже говорят что ее в этом внесли в ну наш карточку то есть она еще дешевле должна стоить потому что государство оплачивает хотя многие фармацевтики протестуют потому что они говорят мы покупаем ее в два раза дороже чем будем продавать и некоторые аптеки даже говорят что не будут продавать по такой низкой цене не знаю как быть то очень сложно все бедные политики мне тоже их жалко потому что чтобы они сейчас не сделали их всегда будут критиковать вчера даже в фейсбуке знаете чем и вышла ночь вычитала вот там значит ну естественно испанском типа мужик такой спрашивает ну чё дети с понедельника гуляют или не гуляют это чтобы говорится критиковать типа если не гуляют то критиковать если гуляют то тоже критиковать моя не могу и смеха это правда так потому что чтобы сейчас политики не сделали они все делают плохо потому что этот вирус не изучен никто не знает про него ничего и методом тыка тут как знаете когда не знаешь в компьютере что-то как чё работает просто выключаешь компьютер и все или тыкаешь пальцем то и тут также открыт это рынок пищевой пищевой или как в общем еда там продается а вещевого большего рынка у нас нету раньше был вот там делали по средам и пятницам по моему но сейчас естественно нет таких рынков смотрите полиция эти как их называют на пожарники что-то еще они там делают кому-то на балкон зашли спасают кого-то интересно девки пляшут по сайтам кого-то друзья татам маски есть и правда 96 копеек но сегодня говорят вечером занесут завезут такие хорошие маски более качественные так что они мне посоветовали после семи прийти и может быть купить так что видите хоть в этом нас не обманывает государство сейчас напялю а то я в этой своей сейчас жарко ой а где она а вот на я в ней дышать не могу на такая плотная и очень жарко смотрите полиция просто встала вот на дороге вот там ой и сделали контроль проверяют все машины куда едут зачем едут так вот а я иду в лидл вооружу сейчас надену маску перчатки и за продуктами кое-что купить надо интересно уже два поста таких видите машина едет ее останавливают и проверяют чё почем куда набрала мою тележечку бежу стройка стройки у нас работают сейчас пойду к сестре зайду она там что-то мужу вкусняшку какой-то передаст что он любит это как лечо она передаст ну как я к ним не зайду она мне через балкон передаст у них там ведро специальное есть у нас живет на первом этаже пока иду дышу свежим воздухом задыхаюсь я в этой маске чужак магазин открылся вот чай кофе где покупала стевию но ты когда купила он открылся я не вообще не понимаю почему он закрывался это же еда вот открылся потихонечку я уже дома новости смотрю в общем новости никаких новостей нету все то же самое что и вчера вот поэтому пока с сестрой стояли разговаривали знаете наверное минут 40 она тоже смотри сколько у меня волосы отросли я типа первое время а мы посмеялись вы первые сзади она пока разговаривали на у меня лимоны есть я буду давай она у меня апельсины есть его давай они я много раз вам показывала что у них есть вот когда на пляже с работы гуляла у них там есть сад с апельсинами там еще разные фруктовые деревья вот и они разрешение взяли у полиции и поехали собрали лимон апельсины вот со мной поделили если тебе надо ты звони мы тебе так ждать им через балкон у них сын племянник мужа работает в этом в мэрии там что-то с подростками там что-то связано не знаю как называется и в общем вот он как он женился у него ребенок маленький 7 месяцев по моему 10 уже это время быстрее летит что это чужими детьми я вот смотрю в инстаграме за ними уже ходить начал по моему 10 было она еще радовалась что в общем в чек чему я это а у него жены есть родители естественно родители живут мы тоже там были много раз в горах у них там есть свой чалет скажем так с бассейном и все и в общем он этот племянник взял разрешение так как он в мэри работает разрешение поехать с маленьким ребенком женой туда это находится где-то километров 40 50 от вот нашего города и говорит его повезут это вот сын как раз сестры его бы его говорит с полицией со всеми делами повезут не повезут а будут сопровождать на эту дачу чтобы он там побыл но у него еще там проблемы небольшие со здоровьем поэтому поэтому это тоже плюсуется но я смеюсь говорю так что это такое либо всем все дома сидим либо все ездим с полицией говорю где куда мне написать ее жалобу где мне куда мне обратиться они смеются говорят да мы тоже бы куда-нибудь поехали на какую-нибудь дачу но нельзя что так вот видите полиции берут эти как называют разрешение и едут я говорю но я ездил в льму некор со продуктами хотя я я ездила одна поэтому ко мне как бы не было такого я за продуктами можно ехать конечно не очень далеко там за 150 километров вот у нас умерла двадцать две тысячи сто пятьдесят семь восемь где около восемьдесят шесть тысяч выздоровела и 215 по моему зараженных тысяч вам и пожалуйста 4635 человек новые заразились раньше было по 9000 сейчас 4000 и три с половиной 3 350 выздоровели 8 апреля было скачок 20 был опять 20 опять был вниз скачок значок в общем все тоже самое и знаете что я сегодня услышала что самые большие распространяется вирус где в городах где есть метро логично правильно в нашем городе есть тоже случай кстати и знаете вчера плохую новость узнали что-то нажал тому что все это в общем у мужа тетя болеет этой заразой лежит в больнице и на искусственном дыхании она в мадриде живет мы к ней ездили часто мы раньше мадрид ездили как я не знаю куда и мы к ней ездили постоянно в гости и вот она лежит в больнице это те кто спрашивал а у тебя есть типа знакомые или родственники зараженные до есть она в стабильном состоянии но вот вчера есть делали тест и он подтвердился что она заражена раньше она уже неделю лишь в больнице раньше было типа пневмония вот а вот вчера сделали тест и подтвердился что у нее вот это вот корона и она на искусственном искусственном дыхании лежит но как это стабильно то есть фиг его знает выживет не вижу так что вот так видите и нас это коснулось есть знакомые есть знакомые знакомых так что вот это вот а ты его видела от его знаешь нет не видела но знаю а еще интересное знаете когда говорят а ты видела умерших от коронавируса нет не видела я вообще знаете как мертвецов особо-то и не вижу и не наблюдаю нет только коронавируса не от сердечного приступа и и вообще я особо так по трупам не практикуюсь поэтому я их не могу увидеть мне вот больше всего ты видел трупы от коронавируса а вы видели труп от гриппа от сердечного приступа или еще от кого-нибудь где их увижу то я не могу у нас даже когда родственники здесь умирали я наверное ходила всего один раз в этот в мор не в морг а вот танатория где вот собираются родственники это я не видела потому что мне не надо это смотреть мне правда смешно ты видела трупы а вы видели не от коронавируса другие трупы или выходите их рассматриваете и смех и грех очень готовить я ничего не буду сейчас вам покажу что купила в общем сестра дала апельсины лимоны и не знаю почему но покупные лимоны портятся буквально за день а вот эти дерево их сразу видно да вот покупной лимон вот домашний они лежат и им ничего и вот такой вот еду это как лечу я не знаю с мясом мясом пахнет очень вкусно прям уже чувствуется магазине купила картошку вот я за картошкой шла 5 килограмм . она обычно по килограмм стоит евро еще больше даже а там 5 килограмм 329 по предложению было взяла крылышки килограмм 436 они уже без конечностей вот эти тонкие и резанные пичугу это грудка куриная 5 98 килограмм здесь не знаю сколько но здесь не килограмм дижонскую горчицу я почему-то думаю что у меня нет горчицы но она у меня есть странно она у нас 89 копеек стоит хрен вот обычный взяла был там еще со сливками или со сметаной как-то хрен люблю и он у нас стоил 99 копеек а доски были в лиделе взяла доски две те старые выброшу у меня вот это например уже старые пристарые уже и бар и большая слишком надо ее кстати выбросить пластик наверное да блин надо тут стекло пластик все это выбрасывать вот доски у нас стоили 2 99 здесь 2 1 побольше 1 поменьше а сок вот такой взяла попробовать без сахара ну вот видно да по 99 копеек нет они почему на 49 копеек 49 копеек куриные кубики 69 копеек шоколадки 39 копеек это муж есть шоколадки я такие не не есть черный с россии но я его тоже редко ем хамон вот такой 339 здесь 240 грамм так масло сливочное без соли прошлый раз соли взяла в этот раз уже посмотрела без соли евро 45 вот такой сырочек это я взяла сделать суп из из шпината сливочные вот бывает сливочные знаете но я вместо сливок всегда добавляю вот такие вот плавленые сырки мне кажется так вкуснее будет она евро 35 стоит еще взяла вот такую крышку часто станут силиконовая крышка прикольно мне кажется и вот с дырочками чтобы пар выходил она была 5 99 но почему-то не было скидка она не единственная была там были другие такие же но одна была с 30 процентной скидкой то есть евро 80 мне скинули получилось так 4 с копейками да в общем прикольно тоже юмой надо 750 грамм этих груш конференция взяла они у нас 79 копеек представляете творог вот такой вот light это по-моему light творог творог 79 копеек по предложению полкило было вот такой вот черники голубики смотрите какая крупная классная 3 евро полкило 299 взяла две штуки мне когда на ужин я прям мне классненько соевый соус 99 копеек хлеб это интеграль не знаю как сказать о а нет 90 19 копеек штука шпинат 95 копеек потом ветчина для сэндвичей евро 09 и хлеб с маком для тостов евро 49 и все муж сказал ему яйца сварить а я буду доедать вчерашнюю паэлью она обалденно вкусная салатик там же из свеклы в общем все своим чередом зачем горчицу купила я почему-то думал что у меня ее не было она мне есть погода хорошая ой блиночки забыла загорать еду принимать витамин d так знаете не особо печет солнце поэтому поставлю разложусь и буду принимать витамин d подушку даже с собой взяла телефон все удобства для меня а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И вот весь город объезжают. Прям вот где-то здесь, прям не помню где. За домами не видно. Позанималась так классно. У нас сегодня был бодикомбат. Кому интересно, зайдите в YouTube, посмотрите, что это такое. В общем, классно. Я в спортзале тоже на него ходила, на бодикомбат. Вот. Через день. И вот сейчас у нас наш... Как его называть-то? Не тренажер, а кто? Ну, тренажер. Ну, да. Тренажер. Вот он нас сейчас показывал. Нам все там. Ну, онлайн проводил урок. Так классно. У меня завтра все болеть будет, 100%. Я, кстати, сходила за масками в этот... Уф! Меня ветер уносит. В аптеку. У меня там два раза продезинфицировали. Вот. Не в аптеке, а на улице шла. Ехал как раз трактор вот этот, который дезинфицирует улицы. Я так неожиданно, вроде бы, далеко стояла. И он распылил на меня. Перехожу улицу, он обратно по этой улице едет. Опять меня. Я говорю, ну все, чиста, как детственница. Пипец. Два раза продезинфицирована. Купила новую маску. Сейчас вам покажу, какая. В общем, у меня маски есть разного класса. Все теперь в аптеках есть. Бери не хочу, кроме тестов, наверное. Вот. Пошла я в душ. И покажу вам, что за маску там я приобрела. Она дороже, естественно. Вот. Ой, замечательно. Сегодня полгода такая классная. Щуки горят. Морда полыхает. Ну, классно заниматься, потому что ведерок обдувает вообще суперски. Ой, кто это мне звонит? Бухгалтер. Именно на бухгалтер. Вот такая маска какая-то странная она. Вообще какая-то прям одноразовая, одноразовая. А стоит зато 5,70. Наверное, какая-то протекцион есть. Фиг его знает. В общем, она вообще какая-то прям бумажная. Прикол. Болтала, болтала. А камера была почему-то выключена. В общем, я уже поужинала ягодами и чай. Чай еще пью. Но завтра достала рыбу. Себе лосось. А может вот такой вот хэк. Хэк пожарю или что там с ним сделаю. В общем, но это будет завтра. Так что всего вам самого наилучшего. Будьте здоровы. Живите богато. Всем пока-пока. До завтра.